Приветствую вас, мои дорогие девы. Давайте вместе с вами посмотрим, что вам Высшие Силы подсказывает на август месяц, на начало месяца, на середине и на конец месяца. И в конце расклада мы возьмем карта совета для вас. Если вы готовы, давайте мы начнем. Первая карта, мои дорогие тузьмичей. Тузьмичей показывает то, что вы должны в начале месяца показывать то, что вы сами хозяин вашей жизни. Обрубить чего-то из вашей жизни, это все от вас зависит. Но у вас эта возможность есть. Следующая карта у нас на начало месяца, для вас, мои дорогие, выходит Верховная Жрица. Верховная Жрица показывает ваша мудрость. Вот то, что показывает то, что вы мудрый человек, то, что вы уже как бы хозяин вашей жизни, для того, чтобы вы решить чего-то. Чего касается, это как будто больше идет как тайна, чего только вы знаете. Вот так идет. Следующая карта, Следующая карта, мои дорогие девы. У вас выходит карта правосудия. Карта правосудия показывает то, что для кого-то может быть то, что здесь тайна, то, что может быть какие-то документы, где у вас как будто будет нужно прислушиваться даже, может быть, к вашей интуиции, к вашей мудрости, потому что здесь пойдет все по правосудию, по справедливости. Здесь как будто, знаете, правосудие вот на начале месяца, вот для вас, мои дорогие девы, она как будто на вашем стороне. Следующая карта для вас, мои дорогие, выходит карта умирность. А карта умирность показывает то, что вы уже как будто контролируете ситуацию. Вы как будто, вот ваша мудрость дает то, что вы контролируете чего-то в вашей жизни. Следующая карта для вас, мои дорогие девы, выходит карта двойка жезла. А двойка жезла показывает для вас вот на начало месяца, хотя вы хозяин вашей жизни, вы знаете, чего вы хотите, чего вам нужно. вы хотите справедливо поступить, вы контролируетесь, но у вас идет привязка, вы как будто привязаны к чему-то. Вот если сказать, вы как будто привязаны на данный момент к том месте, где вы находитесь, на той работе, где вы находитесь, в тех отношениях. как будто, хотя у вас, знаете, вот дается, вот здесь еще как бы дается, как вы хотите справедливо, потому что вы можете это сделать, вы можете контролировать ситуацию, но вы как будто привязаны. Следующая карта для вас, мои дорогие девы, она середине месяца и карта суда. Карта суда показывает, что у вас идет перерождение. Даже то, что вы вот на начало месяца дается вот возможность вот отрубить чего-то из вашей жизни, как бы вы как будто здесь у вас, знаете, вот идет перерождение, у вас идет чего-то по-новому, как будто вам нужно чего-то даже, даже если то, что вы горите, вот у вас внутри все горит, вы у вас уже как будто на середине месяца уже идет перерождение, у вас идет чего-то по-новому. Следующая карта на середине месяца, И это карта звезды. Карта звезды показывает то, что вы как мудрый человек, вы уже на середине ставите цели. После того, что у вас идет перерождение, у вас ставятся цели, то, что вы чего-то хотите менять в своей жизни, вы чего-то хотите начать по-новому. И вы все это хотите делать по справедливости. Вы стараетесь все, как было, по-честному. Ну, следующая карта для вас на середине месяца, и это выходит Паж Пентакли. А вот Паж Пентакли что показывает? Ваше бездействие иногда приводит к этой привязке, где вы как будто из-за того, что вы не уверенно чего-то делаете, хотя ставите цель, хотя вы горите изнутри, но из-за того, что вы не двигаетесь дальше, и дальше вы как будто, знаете, привязываетесь, как будто не решаете чего-то, вы как будто боитесь. Больше вы как будто прислушиваетесь чего-то, то, что вы должны как будто менять, что-то сделать правильно. Но действий у вас никакие. И следующая карта для вас, мои дорогие, на середине месяца и Королева Жезла. Королева Жезла показывает, ваша мудрость, она на середине месяца есть. Вот только вы как бы, знаете, вот здесь показывает то, что вы даже вашу ситуацию, которую вы сейчас находитесь, вот как будто вы по справедливости ее оцениваете. Даже если то, что вы горите изнутри, то вы думаете, что это справедливо, потому что это должно быть такое. Следующая карта для вас, мои дорогие, на середине месяца выходит карта Пятерка Жезла. А Пятерка Жезла, вот почему показывает, что двойка Жезла тоже показывает то, что вы привязаны. Здесь может показать, что на середину месяца может быть такая ситуация, то, что вы кто-то, может быть, если для женщины где-то может быть какой-то конфликт, может быть, здесь может еще показать, что может быть с каким-то мужчиной моложе вас, может быть какой-то конфликт, где он на эмоции, чтобы вы эмоционировали, чтобы вы потеряли свою энергию, а для мужчины я здесь могу сказать, что здесь как будто вы с какой-то женщиной можете конфликтовать, вы как будто не будете видеть какое-то решение из какой-то ситуации, вы будете конфликтовать, вот может быть здесь для кого-то даже касаться какие-то финансы, даже они небольшие, но они как будто вот будет нужно вот как будто вот решать вот этот вопрос. Следующая карта для вас, мои дорогие, на конец месяца это пятерка мечей, пятерка мечей показывает конец, что вы, мои дорогие девы, должны убрать чего-то, вы даже то, что вот вы должны, вам дается возможность, вот здесь тоже можно показать, что высшие силы на вашей стороне, убирайте то, что вот вам не нужно, то, что вот эти страхи из прошлого вы должны убрать. Следующая карта на конец мая месяца, рыцарь кубка, а рыцарь кубка показывает, что вы должны течь по течению, ну как рыба в воде, как идет обстоятельство, так и вы должны оставить, вот вы как бы чуть-чуть только должны убрать вот эти ваши страхи и ситуация как идет, так пускай идет. Следующая карта для вас, мои дорогие, верховный жрец. И верховный жрец что показывает? Конец месяца для вас, мои дорогие, вы должны поверить в себя, у вас должна быть вера в себя, вы должны поверить в себя. У вас вот это в конец уже, ну как бы нужно, чтобы то, что вы поверили, что вы можете что-то менять, что вы можете что-то сделать, что у вас что-то получится. И следующая карта для вас, мои дорогие, в конце, это шестерка. Вот видите, то, что вы должны идти вперед, плыть к другим берегам. Каким берегом вы будете быть, уже время покажет. Но как будто вы должны показывать время, что вы как будто должны что-то менять, идти вперед, убрать то, что какие-то страхи. Следующая карта мы посмотрим для вас, это карта совета, мои дорогие девы. Что вам высшие силы подсказывают в конец. В конец, вот, колеса фортуны. Вот тоже опять дороги какие-то, вот показывают то, что новые. Здесь колесо фортуны, это очень, колесница показывает очень какие-то хорошие, вот знаете, здесь может быть для кого-то какое-то путешествие. Вот для кого-то какие-то дороги, может быть, в другую страну даже. Здесь может показать, может быть, даже в других городах. Этот расклад для вас был, мои дорогие девы. Если вам нужна помощь, обращайтесь по номеру телефона, который указан на экране.